всем привет дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале погодка сегодня у нас откровенно сказать говно потому что ветер дождь мелкий такой прям вот ну короче говоря одним словом не фонтан и как не поговорить сегодня о том что расстраивает любого авто автолюбителя автовладельца любого человека у которого есть автомобиль это траты на его содержание потому что не столько страшно и тяжело купить автомобиль особенно если это был сколько возникают вопросы потому каким образом этот автомобиль потом обслуживать и сколько денег это будет стоить так вот сегодня я вам расскажу каким вариантом пользуюсь я чтобы эти деньги сэкономить нет это не будет рассказ про какой-то чудо сервис который вам делают охеренные скидки или там как это чудо карта по которой вам прилетают какие-то кэшбэки не ребят тут все честно просто и по обычному по-человечески и так в чем же основная проблема ремонта моего вашего в том что его так уж получается такие уж мы люди ну в основном что 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 сломалась нужно было сделать еще вчера и как только это все дело поломалась мы быстро ломимся бежим в автосервисы там всегда нету места а всегда нужно сделать именно сейчас именно вот в эту минуту потому что машина уже нужно через час через полтора она не едет а должна ехать и вы готовы на все лишь бы вам ее отремонтировать вы переплачиваете как минимум за запчасть а почему вы за них переплачиваете и как сделать так чтобы этого не делать я вам сейчас расскажу итак друзья каким же образом сэкономить вот у вас машина поломалась сделать ее нужно естественно сейчас если у вас иномарка запчасти в наличии во всех магазинах всегда это в основном самые дешевые варианты самые дешевые которые стоят как минимум как средний и если вы когда-нибудь заказывали запчасти вы наверное обратили внимание что вам предлагали что вот вот допустим вам нужно же сегодня ну край завтра вот прям все и вам говорят что сегодня вот только вот это вот вам можем предложить стоит она вот столько но если вы подождете там два дня три дня то вы можете получить запчасть лучшего производителя по более адекватной цене это факт поэтому чтобы не переплачивать за запчасти нужно свой автомобиль обслуживать следующим образом его нужно постоянно проверять то есть не каждый день конечно но делать диагностику ходовки допустим заезжать в сервис в проверенный в котором вы постоянно обслуживаете чтобы вам делали диагностику ходовки диагностика ходовки стоит там от 300 до 500 рублей так вот по сама процедура диагностика ходовки она недорогая достаточно простая и времени требует немного но как минимум нормальные мастера а такие есть вам нужно будет их просто найти я думаю каждый у кого есть автомобиль у него есть сервис которым он обслуживается где есть специалисты которым он доверяет они вам будут говорить что вот сейчас все нормально но скорее всего через определенное время у вас приедут вот эти запчасти там стойки стабилизатора втулки стабилизатора или у вас начинает болтаться ступичный подшипник или у вас начинает мокреть стойка или что-то еще сейчас ремонт пока не нужен но в перспективе там месяц полтора он вам потребуется вы начинаете тратите немножко своего времени банально сейчас форумы интернета все что угодно залезли посмотрели что люди ставят на ваш автомобиль даже если вы не совсем не разбираетесь вы в любом скажем так на драйве там насколько я знаю на дрон на дроме там люди пишут что они ставили как ходит почем покупали так далее и тому подобное вы идете в магазин заказываете запчасть она вам уже не нужна ни сегодня не завтра не послезавтра у вас есть время подождать и вот это время в 70 процентов случаев именно то что вам нужно не сейчас и не сразу она даст вам экономию она даст вам ну не скидку на товар вы просто купите то же самое дешевле если сделаете это заранее если будете обслуживать свой автомобиль так как нужно не тогда когда уже отвалилась отломалась и вы побежали а тогда когда еще можно ездить еще все хорошо но вы готовы к тому что сломается вы знаете что скорее всего это потребуется замена и вы к этому готовы да я знаю вы сейчас скажете что не у всех есть деньги что вот сейчас может быть вот как сказать вы не готовы их потратить но вы один хрен их потратить и потом на более худшую запчасти возможно большие деньги вы их сразу найдете я не знаю откуда вы их вытащите но если вам нужна машина вы их найдете и купите эти запчасти которые будут в наличии возможно самые херовые за деньги за которые могли бы купить отличную запчасть и поставите себе на машину и она у вас выйдет из строя намного быстрее чем вышло этап которая получше по качестве не понимаете в чем дело и поэтому имея автомобиль все-таки нужно понимать что какую-то часть бюджета семейного необходимо закладывать и на автомобиль тоже потому что в любом случае автомобиль это ну для некоторых это член семьи но как минимум это инструмент при помощи которого вы выполняете свои повседневные задачи если у вас его забрать скорее всего вы их либо перестанете выполнять совсем либо будете делать очень медленно что тоже будет вести к вашим же финансовым потерям поэтому грамотно прогнозируя ремонт вы экономите свои деньги но кстати говоря о запчастях о самих фирмах их качестве и всем остальном я вам расскажу в следующем ролике но пока на этом все кому понравилось лайк кому не понравилось дизлайк на все можно ничего не запрещается но главное помните да обязательно подпишитесь на канал уж все это говорят начали а я как всегда в конце подписывайтесь на канал и главное помните что не бывает плохих автомобилей бывают только плохие хозяева всем пока